сегодня в нашей студии юрий молчанов основатель производственной компании altwood компания я знаю что очень большая прогрессивная вообще знаю что ты поставляешь по всей россии знаю тебя как крутого современного очень такого быстрого предпринимателя который быстро принимает решение быстро находит новые продукты вводит какие-то доработки и вот хотелось бы поподробнее узнать в твоей компании как ты вообще пришел к этой идее с чего начинал там там наверняка какая-то обалденная история давай начнем с того что чем занимается компания расскажи просто подробно всем привет то есть как ты мне уже так представил круто достаточно до нас ожидания производственная компания занимать занимаемся мы в первую очередь мобильными саунами то есть это касается именно производства всех видов саун которые можно доставить куда-то в регион вот есть банычан есть фурака в чем принципиальная вообще разница что он выше что кто что выбирает вообще для кого что лучше если я выбираю себе чан чем не на что мне опираться когда я выбираю вообще японские баня что-то очень давно то есть это прям да еще мне кажется должен до нашей эры крелись в деревянных бочках горячей водой то есть на открытом воздухе в горах то есть банычан вообще придумали ну достаточно недавно вообще первый банычан который мы начали продавать это был банчан к чугунный это был 2015 год когда на чугунно-литейном заводе придумали такую вещь когда им нечего делать было емкость большую но то есть еще разуме лесу творили до большой казан да так вышли на разбит ребята не хотите продавать то есть и первые чины то есть как бы по сути это обычная огромная двухметровая чугунная чашка которая весила там несколько тонн я не представляю продали несколько штук потом поняли что за марш очень дорогая доставка они очень тяжелые то есть очень сложная установка реку подставку там потому что она из бетона было выливать подставку на самом главном это открытый огонь 4 тонны 4 тонны весь ну примерно так возглавляешь 2 метра чан чугунный это надо нормальный кран прям нанимать чтоб тебе его поставил так же было из этого мы поняли что этот продукт очень сложен для рынка и очень сложно продавать то есть он очень дорогой потому что это цельно летая конструкция вот и мы придумали ну есть же то есть как бы металл то есть да есть металл там черный который ржавеет есть нержавейка ну давайте как бы такую же емкость то есть у меня технолог работал то есть как бы тогда потому что все изделия то есть мы через технолог разрабатывать что было оплатимально по себестоимости рассчитывали все эти моменты по операциям по производственным грудовать емкость изобретем такую по сути ну сварим емкость то есть как бы закруглением то есть но только что она будет большая ну и вот получается придумали что это будет 6 лепестков сначала было они соединяются между собой донышко то есть шестиугольная и получилась такая емкость что 2016 год был у нас даже фотографии есть как мы первый чан сварили конечно веселое изобретение было по сути на рынке россии это вообще было диковинка на рынке мира как бы сначала чем был вообще то есть просто на подставке то есть у него то есть смысл то есть фурак это надо греть то есть печкой да потому что на деревянные а чем-то можно греть костром соответственно была подставка такая под ним под ним был костер который обогревал саму чашу чан и тем самым вода нагревалась потом также пришли правила безопасности открытый огонь запрещен криска и вы придумали вот эту печку закрытую где по сути огонь он огражден именно такой же нержавеющей конструкции металлической и паста и греет днище . то есть такое изобретение тем самым то есть мы вышли на рынок по сути создали этот рынок именно банных чинов которые ну до этого не существовал чугунный чан это но это вообще но это слово из рынка потому что но нержавейка стало дешевле в производстве плане именно и доступно по цене и доступно по доставке по разгрузке даже потому что банны чан на по сути собранного 200 килограмм там ну 150 есть это зависимость от размера то есть соответственно сначала был шевтеугольный чан потом поняли что да то есть как бы расширять начали линейку сделали именно 8 8 угольной формы более такой красивый у нас еще есть десятигранный чан то есть царь царь чан называем сложно выговорить чан то есть мы единственное в россии кто делаем такой чан он 10 грани и он 2 400 то есть понимаешь чашки что мы говорим что то есть это в этой чашке может она там 200 300 человек плов варить на представляешь насколько он огромный то есть как бы два триста два четыреста на два триста пятьдесят он идет мы бы и больше сделано просто понимаешь фура больше двух с половиной не берет наш я говорю наша же цель же сделать изделие мобильной соответственно больше двух с половиной это не габарит сопровождение с полицией вести куда-то этот чан ну так себе удалось и дару это и дорого прям да это не нужно соответственно мы ограничились наши желания ограничились 2400 размером то есть это уникальный чан который часто заказывают но он очень редко потому что его кроме нас никто не делал потому что очень сложно представляешь такую конструкцию с десяти лепестков сварить аргоном то есть как бы меня там сварят 4 сварщика одновременно специальная такая конструкция которая собирает сначала это чан то есть потом начинает его проваривать специальными этими зажимами зажимается начинается провариваться ну смысл в том то что мы вообще у перес первоисточники вообще этого производства то есть которого 2016 году сейчас это довольно популярно уже началось это с вас я рад быть знакомым с тем человеком который смысл такой что получается то есть как альтернативу фураке как спросила чем отличается от фурака тем то что во первых он быстрее греется там больше площадь прогрева и достаточно сильный огонь то есть именно на днище подается ну и он дольше служит то есть это двухмиллиметровый нержавеющая сталь то есть по сути мне кажется он сто лет послужит что с им будет многие спрашивают а как донышка прогорит игровы кидали пластиковую бутылку с водой в огонь она же не плавится потому что вода охлаждает нищие по сути на гореть нам нечему то есть нержавеющая сталь то есть она не поддержит коррозии не подвержена коррозии тем самым то есть чан практически вечер становится то есть ну именно емкости такие то есть и соответственно ну и экзотически интереса смотрится по сути ты варишься на костре но если фурака там печка рядом как-то либо сбоку она внешне да здесь ты просто сидишь и варишься на костре в сказке 7 и здесь смысл в том то что именно такая экзотика которая именно отличает фурака из-за этого есть фанаты фурака традиционных круглые купели где хозяйствят а есть фанаты именно банных чинов кто хочет там свариться как конек-горбунок кстати в этом сказке говорил про плов на 300 человек то есть ты можешь искупаться там поможет плов кстати у нас идея другая есть у нас сейчас выходит в фурака именно новое про которое говорил что будет очень дешевая и там печка будет круглая и там будет вертикальная загрузка дров ну так вот я придумал что пока ты топишь печь ты можешь поставить газа поставить варих дров офигеть идея вообще я просто подумал а что если совместить буржуйку и печку под казан эти балдеть это же но это же это инженерное видеть и плов во первых то есть не теряешь время во вторых прикольно то есть ты тут же у тебя люди там парятся фурак и тут же там ты можешь плов то есть который не время не теряешь и отдыхают это идея именно идея которая то есть как бы да в кайф по сути у многих же есть на печка под казан да здесь ты получаешь печку которую тебя греет воду и который получает варит плов причем кстати эту печку можно к примеру если ты фурака там не используешь летом обычно то есть это зимняя такой ну летом жарко в горячей воде это может печку подключить на улице каркасном бассейну игре воду бассейн сколько то универсальная вещь то есть то печка внешне у него также 22 это два шланга подключаешь к бассейну каркасному тебя будет греться также вода то есть покупая фурака с печкой с внешнее до конечной печкой ты решаешь что ну еще задач кроме того что ты можешь еще готовит и можно да но это из наверно же как говорю что в максимальном пользу людям дать я value так возле и было максимально полезно помимо того что можно и на печи приготовить плов ты можешь нагреть воду на момент ты можешь нагреть воду бассейне ну так вот бар науча не говорил отличается тем то что люди там хотят варится нибудь вот типа сидишь как над над костром это интересно это экзотично это уникально то есть когда это как много новые ощущения да то есть у нас на самом деле самая большая линейка чинов банных у нас получается есть вот новая форма наша запатентованная не у банного чана где нетрадиционно чаша найдет срезанная тем самым за счет примеру срезанной формы то есть ты до тонны воды уменьшаешь нагрев то есть понимаешь я всем говорю ребята вот хотите там классическую форму которую многие конкуренты делают для начала идите сходите в минус 20 нагрейте бочку 200 литров воды а представляете там на 400 на 500 литров воды а в большом чане до тонны воды меньше вот то есть ты уменьшаешь расход воды уменьшаешь время нагрева это наша запатентованная форма уникальная то есть я говорю мы постоянно совершенствуем тем самым скорость тоже тех же коммерческих целях то есть часто ставят именно в банные комплексы то ли делать нагрел одну одну процедуру людей а то но именно воду для людей а то ли дело то есть ты можешь там воду слейте три раза нагреть потому что воду жена сливать после каждой процедуре конечно вот плюс у нас есть уникальная фишка туба надув эти дают про сказали уже хотел про него хочу спросить вещь крутая тоже запатентовали тоже придумали а как увеличить скорость то есть ну то есть самое главное же ну представляешь ходить там подкидывать дрова ты знаешь заморочи сложно то есть мы подумали есть такая вещь как то есть как бы вот такие меха не знаешь на давали то есть разогревая то есть смысл в том то что на угли подается очень много кислорода и по сути под воздействием именно сильного жара то есть железо плавится мы поняли как мы взяли просто турбину нет автомобиля от газовых отла металлическую турбину и поставили печи банного чана мы получали просто то есть как бы кпд дикий во первых дрова выгорают до пепла просто даже пепла не остается потому что там смысл такой то есть под и колосники подается большой источник кислорода причем ты кстати можешь его регулировать ты можешь вообще выключить тогда дрова тлеет либо к примеру то есть включить на полную мощь когда те надо он максимально поток кислорода так у нас аж труба становится алая по сути как быстро нагрел а дальше ну то есть мысль нагрел пока он греется для дальше тебе не надо там постоянно подкидывает и просто сидишь ну там дрова тлеет выключил турбаном здесь именно сам процесс нагреем потому что многие там конкуренты придумали какую-то водяную рубашку что типа там вода гуляет по моему пенсии сложно как-то во первых сложного вторых я говорю у вас вода гуляет вокруг печи там нету слива там будет образовываться грязь ну представь там и всякие ветки еловые нам запаривают банны чан не знаю там корки апельсиновые кидают потому что гораздо лишь бы вода вкусно пахло там это все будет забиваться туда водяной рубашки потом будет образовываться грязи на смысл то есть типа повысить кпд потому что они не могут использовать наш турбонодув потому что он запатентован ну если также уникально запатентованы чан банны с газовой горелкой мы придумали мы нашли то есть но и же печь печи для бани газовые ну с газовой горелкой мы взяли эту горелку итальянскую стадина в ян очень дорогая хорошие дали не просто интегрировали в банны чан то есть можно подключить конечно к центральному газу газоснабжение но по сути это незаконно то есть это вот эта горелка вот у меня в этом в доме котел стоит тоже там по моему то та же фирма то есть там это как обычного котла ну дам дома елки горел для банных печей когда они интегрируются в банной печи прям то есть как бы ты можешь свою печь на дровах переделать газовый пример так ну то есть как бы идет газопровод газопровода нельзя нам не удалось получить на это сервика так что мы продаем комплект с двумя баллонами ты по сути съездил заправленные баллоны большие 10 литровый ящик специально идет в комплекте и форсунка переходная на сжиженного газа на природный поставил тебе хватит на все лето эти газовых баллонов то есть там расход по сути небольшой мы рассчитывали по сути там на 20 у на очень большое количество процедур хватает то есть соответственно ты не кидаешь некие дрова для нет ни копоти ничего причем кстати это газовая горелка поддержит температуру воды то есть она же поддержите по температуру у него в бане а мы подумали датчик интегрировать в воду и у нас поддержит температуру воды как этот термостат короче да 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 и это крутая вещь так запатентовали в то же время там в коммерческих целях это гипер удобно потому что не бегаешь дрова не подкидываешь ты включил забыл ну да даже для того кто например для себя сам купил ты не отвлекаешься тоже тебе надо что-то подкинуть там конец и как только удобно устроился более надо дрова в этом и смысл соответственно наш потолок банных чинов самый большой то есть мы развиваем чтобы под каждую потребность там закрыть там к примеру потому что начинали там просто чашки в поставки закончили там горелкой на вьен самый крутой по сути на рынке именно вот которые будете также греть воду все чаши получается сварены аргоном то есть у нас есть крутая очень также нас технолог и изобрел такую вещь называется аргонная камера когда получается проваривается одновременно за один проход шов с двух сторон смотри снаружи прикинь то есть как бы у нас никто мы в этот цех никого не пускаем есть вещь прикольно потому что так приходилось раньше одной стороны обварить дом залезть чашу из другой стороны проблема что бы старая говорит он из у нас горелка одновременно идет два баллона 2 поддува аргона один поддув идет с одной стороны другой с внутренней стороны и мы проварим одновременно шов шов получается идеально ровный симметричный потому что он одновременно провариваться и увеличивается скорость другие конечно же придумали то есть взяли взять там примеру чаши варить электродной сваркой ну ты же понимаешь что культурно знали для нержавейки поры и так далее это поры это хрупкий шов то есть это дополнительные примеси который шов попадает по итогу ты получаешь шов который может течь либо лопнуть писать нам давление воды там 2 3 4 тонны просто лопну да конечно были еще постоянные нагревы да ну то есть тем самым то есть как бы люди кажется хотят сэкономить купить там более дешевый чан сварен там электродной сваркой по факту ты получаешь там дырявая корыто и будешь там сиденья бабка с дырям коры там потом хочу сделать претензий не предъявишь соответственно мы вот эту придумали аргонную камеру который варится шов одновременно потом это все сатинируется обрабатывать защищается зеркальной поверхности и чем конфетка получается серьезная технологичная производства потому что и говорю мы представим вы столько встоков ему шнадный год на дворе 13-й год уже он действительно встретим так то есть как бы сколько семь лет мы эти чаны варим так что я считаю что ну тренд производства в россии он должен дальше расти как бы и как наша компания как пример что можно как-то правильно сказал скатки с трассы вырасти до производства 4000 квадратов и больше 50 заказов и стандартных 500 заказов и стандартными гружателем